Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер номер 2, всё как всегда, и как ты понял по названию и по превью данного ролика, сегодня мы с тобой будем покупать новые тачки из обновления. Поэтому, я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. Пропал. А если ты ещё не играл на сервере, ссылка в описании, эпичная группа, туда-сюда, копируй, вставляй и залетай. Ну что, ребят, кто смотрел ролик с обновлением, знает, какие тачки добавили на сервер. Ну, а кто не смотрел, можете увидеть сейчас. В принципе, я хотел для каждого автомобиля выпустить отдельный видеоролик, но так как прошло уже достаточно много времени после обновления, примерно неделю. А знаете, почему не заходил? Потому что я переустанавливал Windows опять, да! Поэтому сегодня мы прикупим с вами все тачки из обновления, ну почти все, потому что на Ferrari у меня денег, к сожалению, не хватает. Без Ferrari как-то обойдёмся, может как-то где-то нарулим, нарешаем этот автомобиль, да. Поэтому мы приехали, конечно же, в лучший автосалон этого мира, это автосалон BMW, и прикупим с вами две новых Behe. Это, конечно же, M2, которая мне не нравилась, но я видел там паки на неё. Она выглядит, в принципе, прикольно, будем покупать всё из салона. Ааа, цвет давайте зелёный, я не помню, есть там такой или нет. Вот, давайте вот такой вот зелёный прикупим, сразу же Behe. Ох, нифига, я, кстати, такого не видел. Ну как, не видел? Видел, только очень давно. Знаешь, банк или наличные. Давайте будем покупать за банк всё-таки, да. Наличные у нас будут ради тюнинга. Регион, ну давайте 777, конечно, или 777. На 777 там уже нихера нет, да, на 777. Давай на 977 что-то другое, или 90. На 977 тоже ничего не выпадет, давай 977, может что-то лучше выпадет. Купить. Давайте я номера специально не смотрю. Вот так мы и отбежим. Вот, развернёмся. Ещё один Behe вот едет сюда. С Армении, брат, приехал. И X6M F86, да, у нас добавили. Всё верно. Купить автомобиль. Давайте с Украины купим с Киева, типа в Киеве вот такой вот. Цвет пусть будет белый, да, 8200. Вот так ставим два автомобиля и смотрим на номерки. Давайте вот так, чтобы не смотреть. Так, на X6M у нас будет 762, а на тройке... Ой, какой тройке? Двойке. У нас будет 287. Я забыл, что там на Киеве. Такое, блядь. Но самый прикол в том, что выпала KA, а KA это последняя, кстати, серия в Украине, которую сейчас выдают в МРАО. Вот это прикольно. Давайте запомним два автомобиля вот такими, страшными. А ещё, мне кажется, надо немножко подкрутить графику, а то что-то отряжение прям очень ужасное. Ну вот так, со сглаживанием, с обычными отражениями. О, уже чил смотрится, да? Поехали в автосалон, что у нас, Audi, да? У меня мест хватает, да, всё хватает. Я сегодня прикупил ещё места за 12 лямов. Две штуки, да. Знаешь, что автосалон европейских автомобилей... А, она же RS6 в евро. RS7, извиняюсь. 135 тысяч евро. А 135 тысяч евро это сколько? Это 13,5 миллионов, да? Если не ошибаюсь, если евро плюс-минус за десяточку. Да. Хотя сейчас покупать за 100 рублей евро... Сколько валюты? 101, блядь. Ладно. Внесение так. Внесение это, ладно, переводы, курсы валют, управление вкладами. Где оно? Перевод денежных... Нет, не то. Переводы между счетами. Вот. А мне нужно 135 тысяч евро. Это будет 13 600. Где наша Audi? Вот. RS7 в кузове C8. Новый наш автомобиль. Кстати, плашечка новая уже не висит. Наверное, до первого просмотра она висит. Так. Цвет. Какой же цвет? Давайте вот это, ублюдский, Нарда Грейзди. Или нет? Или чёрный? Нет, давайте чёрный, такой пацанский. А чё, по номерам всё нормально? Понял, забагались. Эээ... Купить. Банк. CCD coin. Это, я так понимаю, донат. Эээ... Украина. Казахстан. Давайте рашку обратно сделаем. Какой? Ну, тоже давайте 799. Посмотрим, что выпадет. УВУ 317 799. Ну, такое, блядь. Такое. Она, кстати, очень мягкая по стоку. И спойлер выезжает. Не, ну... Это уже определённо лайк. Недаром деньги потратила. Ха... Ну что, ребят. Вот наши 3 прекрасных автомобиля. И главная суть данного ролика, это посмотреть на тюнинг, который присутствует на данных автомобилях. Поэтому что, берём поначалу М2, как по мне самый ублюдочный автомобиль. Не знаю, ну не могу я к нему привыкнуть. Даже к вот этим большим ноздрям на М4 я привык быстрее. И они мне даже нравятся. Но М2... Ну она, блядь, ну слишком квадратная. Хотя в этом цвете как-то грани пропадают. А у них есть вот такой вот нежно-фиолетовый, да? Вот на нём это капец. Диски, в принципе, прикольные пусть стоят. Потом поменяем комплекты. М-Performance. Это со спойлером, да? Боже, а что с выхлопом? 2 миллиона. Нет, пожалуй... А, серьёзно... Стоп. То есть ты ставишь M-Performance либо ничего? Да камон. Это ж не CCD, ребят. А где легендарный CCD? Что 4 версии бампера? Капец. Вот это подкачало капец. Давайте хотя бы внешне как-то сделаем стиль на стоке что-нибудь. Поэтому что? Не, если честно, мне этот цвет вообще не нравится. Сделаем его нежным фиолетовым. Тогда единственный вариант это что? Это диски. Грамотная посадка, тонировочка. Сабвуфер, багажник. И идеал. Остановился я на вот этих адванчиках. 10MV1 и RTR-ки. Которые TH7. У меня вон вроде на чирике стоят. И они сюда как бы тоже подходят. Но давайте всё-таки на адванках. Комплекта не будем. Xenon. Немножечко. Вот так. Номерная рамка. Развал. Вылет. Но это всё позже. Номерная рамка. Поставили. Да? Нет? В смысле нет? Добавить в картинку, конечно же. М. Профиль шин низкий. СГУ нет. Тормозные диски пофиг. Шины в принципе пофиг. 320 тысяч всего лишь там вышла наша М. Ладно. Не такой у нас тюнинг по М. Вышел. Но позже. Добавим цвет. Обидно, что нету тюнинга никакого. Я ожидал поставить на М.2 спойлер. Такой какой-то. Не такой как у Evolution. Который здесь присутствует. Какую-то прям лавку-лавку. Антихором. И что-нибудь подобное. Блин. Очень жаль. Так. Значит что у нас есть по RS7. Вот. Вот это уже старый добрый CCD. Крыша. Крыша это что я так понимаю? Это козырек. Ну в цвет конечно же. Зачем? Выхлопная система. Это с бампером? Во. Не. Давайте вот такие трубы. Детали и крыши. Ну да. А почему это все вместе нельзя сделать? Ладно. Тогда добавим карбон. По 50 тысяч. 500 тысяч за карбон. Black. Хотя нахуй black если мы можем это. Винилом сделать black. Карбон. Ладно. Пусть будет black. Не жалко 100 тысяч в принципе. Диски позже. Комплекты. Во. 500 тысяч это просто full black сделать. Антихром. Shadowline местный. Полтора ляма карбон. Это что карбон? Вот это диффузор карбон. Ага. И все. Зеркала возможно еще. И накладки на порогах. А. И передний бампер карбон. АБТ. Во. Ну это жир. Но это колхоз уже. Поэтому не. Давайте просто черную сделаем. Черную ауди. Стильную. Номерная рамка. Бразерс. Почему бы и нет. Профиль шины. Не знаю. Прочие. Это спереди. Да. Без номеров. Конечно же так. Спойлер. Ооо. Это что все спойлера? Или что это такое? А. Подожди. Это шины. Я промахнулся. Ладно. Блэк лип. И. Карбон. Ну. Так как мы делаем все в блэк. Давайте уже блэк. И надеюсь с этим спойлером нахуй. У нас хоть будет старый подниматься. Надеюсь будет. Поэтому. 770 тысяч. Это только. Фулл карбончики. Вот это все. Да. Давайте еще дисочки какие-то сюда влепим. Сальпины вот такие. Как по мне. На ауди нужно что-то такое. Много спицевое. Форштайнеры. Это конечно секс. Но очень дорого. Так. Ребята. Здесь мне приглянулись. Как я говорил. Много спицевые. Но. Решил поставить сюда. Это. HRE-101. Давайте добавим. И. В итоге. Тюнинг на аудио у нас вышел. 1 миллион. 160 тысяч. И. Это еще не все. Ну. В принципе. Развал. И. Это все. Мы можем подредактировать. Когда. Уже поставим чип. И. Мне кажется. Сначала нужно было ехать на чип. А потом уже ехать. Тюнить. Автомобили. Ну. Окей. Это мы все. Как бы. Учтем. И. И. Поменяем. В следующей серии. X6M. Здесь. Такой. Страшненький. Кстати. Напишите. В комментариях. Что вам больше нравится. Как по мне. F85. X5M. А не. X6M. Намного. Круче выглядит. Ну. Хз. Знаешь что. Боковые юбки. Ну. Карбона. Вот это. Легендарный. Тюнинг. Вот это. Лайк. Даже цвет поворотника. На крыле. Вот это. Лайк. Значит. Вхопная система. Конечно же. Чтобы передело. Нормально. А что меняется. Цвет. Цвет. За 35 тысяч пойдет. Детали крыши. Black. Так это не крыша. Это же молдинги боковые. Какие-то интересные. Ладно. Black. Так. Black. Диски. Диффузор. M Performance. Это как будто с M4 сняли. Если честно. Поэтому нет. Пока не буду. Левая передняя дверь. Карбон. Конечно же. Карбон. Номерная рамка. Дикий. Есть такое? Во. Карбоновую. Давай карбоновую. Передние фендеры. Это у нас на крыло, да? Черное. Во. Это ставим. Передняя. Правая дверь. Карбон. Ставим. Профиль шин. Потом сплиттер. M Performance. Да не. Ну нахер. Зачем? Это колхоз. Спойлер. Карбон. Боже. Это что такое? Нет. Конечно же. Карбончик. Тормозные диски. Нет. Ничего. Части капота. Тюнит. Нет. Зачем нам эти. Дырки. Шины. Части салона. Карбон. То есть решетка уже стала частями салона. Да? Угу. Ну давайте. Карбончик. Карбончик. Шильдики. Блэк. 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 Альпиновские диски. Такого же никто не делал. Вообще. Я понимаю что это старые альпини. Или например вот эти диски. Мммм. Давайте поставим вот эти. Адваны. Что-то схоже с новыми альпиновскими. Только сразу же нужно настройки колес сделать. Классика. Немножечкой ширины. Выноса. И развальчика. Семьдесят тысяч на базу. И тюинга у нас еще на девятьсот пятьдесят пять тысяч. Не ну в любом случае мы стилька немножко дали. Тачечку. Поэтому погнали на тонировочку. На. Чиповочку. Конечно же. И тогда надо немножечко подстроить колеса на ауди и на двойке. Поэтому вернемся уже на покрасочки. Пацаны сколько ты можешь не заходить на Си Сити Планет. Но. Когда ты видишь вот такие вот винилы. Например на Сильвии. Ты просто охреневаешь. Что это сделано из маленьких полосочек. Как бы на сервере. В такую блин корзину. Прям респект пацанам. Нигде такого нет. Ну что ребят. Спустя десять минут. Мы настроили наши автомобили. Именно колеса. Как бы. Вынос. Ширину. Вот это все. Чтобы оно теперь красиво в арочке сидело. Как бы. Было по размерчику. И последнее что нам осталось. Это конечно же. Цвет. Самое сложное что может быть. А. Как я говорил. Давайте сделаем что-нибудь. Аля вот такого. На М2. У них вроде есть такой цвет. Даже. Может темный сделать. Блин. Почему когда я решил подобрать. Блин. Почему когда я подбирал цвет. Network Trouble. Наверное что-то из этого. Хотя. Давай тип краски. Сколько перламутр. 200 тысяч. Вот такое. Chrome 750. Цвет дисков. Бахнем. Немножечко грязными. Или черные полностью. Давай какие-то такие диски сделаем. Стоп. 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 Тип краски для дисков. Столько же как и на машину. Понял. Нет. Интересно. Тонировочка. Как бы красивые парни тонируются. А мы немножечко притонируемся. Потому что в аквариуме ездить ну. Не суета да. Во. Как то так. За 20 тысяч. Пацаны. Ставьте лайк. Если вы из тех времен. Когда. Чтобы затонировать автомобиль. И поставить ксенот. Нужно было ехать в порт лс. Вот кто то есть еще из тех времен. Напишите в комментариях. Блин. Определенно какой то стиль в нем есть. Следующий автомобиль у нас. Ауди. Каким цветом я сделать. Я хозяин. Раньше же не был популярный цвет. Это черный мат. Ой. Серый мат. Вот что то такое. И под. Ладно. Давайте перекрасим. Вот такой вот цвет охрененный я нащупал. Блин. Он не смотрится прям как на ауди. Он выглядит как будто самый дешевый мод на gta san andres. Обычный давайте. Оставим перламутр. Прикольно. Но зачем. Серый мат я думаю норм. А конечно же тонировочку бахнем. Такую хорошенькую. Добротненькую. Такую родничочкой. Вот так. Где то плюс минус. Вот так. Даже можно еще немного. Чтобы не прям бункер. Но и не прям светло. Как то вот так. Или все таки цвет изменить. Давайте цвет дисков еще поменяем. Тоже что то на темное. Ну что нибудь такое да. Или черными сделать. Может вот такие. Как бы под диффузор да. И не слишком серые. Все покупаем. А можно скопировать цвет кузова. Серьезно. Нет под кузов не интересно. Может кузов поменяем все таки. Не будем делать ее серой. Может белую. Давайте сделаем ее вот такую. Какую то серо белую. Грязно белую. Где то как то так. 5500. На черных дисках как бы закон. Какой закон нахер. Ну вот этот как он. Контрастности вот. Вот. Ну что то в этом то есть. Черное на черном тоже прикольное. Но нет. А у X5M есть такой прекрасный синий цвет. Можно сделать ее как бы как с завода. Да. У них там есть такой темно темно синий. Как бы почти черный. Но это уже делали все кому не лень. Я даже в свое время делал на X5M. Поэтому мы сделаем ярко голубой. Который у них был типа под M сделан. Только вот сейчас бы его нащупать еще. Вот что то такое. Нет. Даже темнее немного. Ладно. Давайте хотя бы здесь разоримся на перламутр. Потому что здесь без перламутра вообще не обойтись. Вот такую вот базу делаем. И дополнительный цвет делаем ярким. Цвет блеска вернее. Во. Прекрасный. И диски нужно делать темными. Либо такими как бы бронзовыми. Мне кажется будет прикольно выглядеть. Ну что то в этом есть. Они не просто серые. Вот как здесь. Они такие более бронзовые. Да и в принципе все. Так пацаны. Самый главный вопрос. Остался ли у нас подъемный спойлер. Так как мы поставили вот этот дактейл на крышку багажника. Просто поставили спойлер на спойлер. Поднимается ли у нас спойлер. Да. Слишком много спойлеров. Но. Поднимается ли спойлер. Сейчас узнаем. Да. Поднимается. Прекрасно. Знаете что ребят. Грустно. Что уже нету. Того чунинга. Какой был раньше. Если мы говорим о примере с Audi RS6. То есть. Отдельно вот тебе. Левое зеркало. Отдельно тебе правое зеркало. Задний фонарик. Тонировочка. Туда сюда. Молдинг. Ручечка. Спойлерок. Салончик. Вонючка в салончик. Да. Как было раньше. К сожалению нет. Да. И ушла эпоха фар. Анимации фар. Как вы помните. На Audi. Если не ошибаюсь. Как раз RS6 C8. Да. У нас были вот эти красивые поворотники. Или RS. Какая там. С8. Да. Или на какой Audi. С8. Которая была такая же лазерная оптика. Как на этой RS6. RS7. Извиняюсь. Но сейчас мы просто врубаем фары. И. Они просто зажигаются. Полосочки не набираются. Как на 222. Как на Chiron. Не том же. Они просто связятся. Ну если честно. От этого. Не грустно. Ну что ребят. А у меня в принципе на этом все. Вот такие у нас новые тачечки. На нашем сервере. Пишите в комментариях. Успели ли вы что-то себе прикупить. Ну а с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Чтобы не пропускать новые интересные ролики. Колокольчик. Чтобы всегда их смотреть первым. Всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.